В девятой серии сериала «Испытания» вы узнаете о том, как отец Кирилла устраивает прием, на котором планирует объявить о помолвке Кирилла и Светланы, но Кирилл уходит в отказ. Юра знакомится со Светланой, между ними возникает некая симпатия. На утро все СМИ объявляют о помолвке Кирилла и Светланы. В десятой серии беды преследуют Любу. Ее выгоняют с работы, не заплатив на всех столбах объявления с фотографией и информацией о том, что Люба мошенница, которая работает под видом кондитера. Кирилл в разговоре со своим охранником Костик говорит, что только на том свете она найдет избавление. В одиннадцатой серии Люба спасает постоялецу отеля от самоубийства. Об этом узнает Светлана, она решает познакомиться с Любой поближе и выяснить, откуда Люба знает Кирилла. Однако Люба отрицает знакомство. Кирилл показывает Юре его свежие снимки в компании Любы. В двенадцатой серии Васька, бывший одноклассник Любы и Юры и охранник СИЗО, видит, как высоко взлетел Юра и начинает его шантажировать тем, что знает его тайну. Васька вымогает деньги, но заплатит ли Юра за данное молчание? В тринадцатой серии Кирилл заточил Любу в замке, где она теперь работает горничной. Люба знакомится с остальной прислугой и маленькой девочкой, дочерью Кирилла, которую он балует и воспитывает и вовсе как принцессу. В четырнадцатой серии у Кирилла нервный срыв. Он теряет сознание. Врач прописывает полный спокой. Его не могут найти. По работе отец решает волить Кирилла, а его должность предлагает и вовсе Юре. В пятнадцатой серии Виктор ведет расследование против Юры. Жена пропавшего Васьки рассказывает, что Люба и Юра собирались пожениться. Это может быть ключ ко многим разгадкам. Он находит следователя, который вел следователя Любы. Кирилл просит Любу помочь организовать праздник в честь дня рождения маленькой Даши. И в шестнадцатой заключительной серии Юра под арестом. Его допрашивает Виктор, который знает больше, чем думает Юра. Очерняет Любу и лжет, что Люба его преследовала. Следствию предстоит узнать, кто прав в данной ситуации.